МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Завтра президент Беларуси Александр Лукашенко звернится со штугадовым посланням до беларусского народа и национального сходу. Про это поведомили у пресс-службе беларусского лидера. Традиционно на мероприемство запрошены высшие службовые особы краины, члены Урада, керавники предприемства, ведущих в НУ, представники дипломатичного корпуса, сродков массовой информации. Выступление керавника державы будет транслироваться в промым эфиры на телеканалах «Беларусь-1», «Беларусь-24» и первом национальном канале Беларусского радио. Трансляция начнется в 10.30. Телеверсия послания будет показана в вечернем эфире беларусских телеканалов. Коли 430 тысяч жахаров Гомельской области приняли удел у республиканским субботнику. У гэты день яны зарабили 1 млн 180 тыс. рублёв. Выпушена промысловая продукция на сумму 380 тыс. рублёв. На свою малую родиму працаваць отправилися керавники республиканских органов державного кераванья. У приватности министр жилёва-коммунальной господарки Александр Терыхов примал удел у наведенні парадку и высадцы древ у гомельске микрорайоня «Шведская горка». Намесник керавника администрации президента республики Беларусь Уладимир Жауняк удельничал у работах по лесоодновлений у Хойницким лязгасем. Выслухать пропановые, оказать допомогу у их реализации. У Хойниках у день республиканского субботника пройшла так сама сострича с талиновитой молодзю зуделым вядомых уродженцев района. Погутарать с наученцами школы, гимназии, приехали намесник керавника администрации президента Беларуси Уладимир Жауняк и депутаты палаты представников. Разом с ними на питание молодых людей отказывали помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко и намесник старшини Аблова Конкама Уладимир Прывалов. Обшим ишла говорка ведая Дмитрий Котов. В Калистеяны только починали свой житевый шлях, отримливали веды, робили первые кроки у профессии, а зараза займают высокие посады у керавництвы краины. На сустреше с талиновитой молодзю их земляки – люди, для которых Хоникшина малая родима, на завсёды близкое сердцу. Встреча прежде всего важна тем, что это же наше будущее. Когда-то я был таким, как они сейчас. О чём-то думалось, были мысли, идеи, какие-то мечты. Постараемся быть, чтобы откровенно узнать, что они хотят. Может, мы чем-то сможем помочь им. Потому что порой даже элементарного совета хватает для того, чтобы человек начал своё движение вперёд. Сустреча не носила офицейного характера. Худше, она нагадывала размову в аутульной сябровской атмосфере. Высокие гости рассказали о профессийном становлении, марах и почутках до малой родимы. На питание молодзи они отказывали щиро. От юных мясовых жихаро прогучали и пропоновы. Например, об организации жаночного легкоатлетичного забега. Аналогичное мероприемство недавно прошло в Минску. Инициативу обещали подтримать. Если им надо будет поговорить о том, как продвинуть их идеи, явно они какие-то, есть эти идеи. Мы и просили такую молодёжь, и мы обязательно сможем им помочь. Потому что мы знаем как, а они знают что-то новое. И если объединит наши мысли, знания и умения, мы уверены, что мы пойдём вперёд. Нашу молодёжь волнует, потому что практически постоянно встречаешься. Развитие района. Как будут развиваться, куда им применить свои идеи. А поверьте, идей у них действительно очень много. И молодёжь у нас вообще в стране креативная. Не исключение и молодёжь нашего района. Они креативные, они сегодня полны мыслей. И главное их витворить в жизнь. Но самое главное, это то, что они не просто предлагают, они ещё и предлагают, как это решить и в этом участвовать. У делу с встречи приняли 30 молодых людей, переможцы олимпиад, творческих и спортивных выпробований. И они рассказывали про свои мары и выбор будущей профессии. Некто жадает стать юристом, некто – урачом. Переможца конкурса уритаричного майстерства Анастасия Валенчиц бачит себя беожурналистицы. Под час встречи она зачитала оповедание про малую родиму. Девчина уверена, что хоть высшейшую эдукацию молодь отримливая за межами хойников, многие потом вернутся, как выкористовывать свои веды на корысть родного краю. Некоторые, конечно же, да, тут в зависимости от интересов, некоторые всё-таки не получится здесь реализовать. Однако основная масса, я думаю, сможет вернуться и работать здесь, поскольку их интересы, их возможности это позволяет. У меня есть несколько вариантов, но в основном хотелось бы, конечно, попробоваться на журналистику или же в Академию управления. В принципе, планов много, выбора много. И я надеюсь, что у меня получится сделать как можно лучше. Дмитрий Котов, Евген Макеенко, отели радиокомпания, Гомель, Схойников. У первый класс гимназии по прописке, у пятой – без экзаменов. Указ о приеме во установе огульной средней адукации и навучании у них поступово увысобляется у життё. Черговая адукационная реформа закранула не только керавництво системы адукации у целым и директору гимназии у приватности, но и десятки тысяч детей и их батьков. У новых правилах разбиралась Марина Джалая. Ти примуть не по прописце дитя у перший класс, коли тут уже вучиться его старыший брат або сестра. Что робить, коли сына Бударшкане поступили у гимназию, пошли вучиться у иншую школу, а зараз дома официйны замацывали за гимназией. Ти можно вернуться. Ти заменят скасованные испыты у пятый класс на некую иншую проверку ведов. Полопытанию, ке турбують батьков великое. В администрациях гимназии, что день особиста, альбо по телефоне, лумачить новые правилы. Учащиеся четвертых классов в следующем учебном году без каких-либо вступительных экзаменов перейдут в пятый класс. Учащиеся девятых классов по завершении обучения на второй ступени общего среднего образования будут, как обычно, сдавать три экзамена. Русский язык, белорусский язык и математика. Позже, если наши выпускники нашей гимназии пожелают перейти в профильные группы десятого класса гимназии, они имеют право это сделать без каких-либо вступительных испытаний по профильным предметам. Выпускники девятых классов любых других учреждений образования должны будут сдать предметы профильные, профильные экзамены по тем предметам, которые они сами для себя определят. И на основании результатов экзаменов поступить к нам в десятый класс. При условии, что в десятом классе либо в одиннадцатом классе у нас будут свободные места. Что до первых классов, в гимназии в первую чергу будут залишать тех, кто относится до установы эдукации по прописце. Прием заявок законных представников пройдет с 12-го червяня до 28-го жюня. Остальные ожидающие смогут претендовать на вакантные месяцы, коли такие застанутся. Причем специалисты раят в заяве на поступление обовязково указывать час его подачи. Вплоть до того, что в заявлении родители должны указать не только дату, а может быть даже и время подачи документов, для того, чтобы не возникали какие-то спорные моменты. И здесь должна четко сработать сама гимназия, для того, чтобы не возникали различные коллизии и жалобы друг на друга. Больше подробязный репортаж об новых правилах поступления в гимназии, а так само особливостях селетнего тестирования, глядите у неделю 29-го красовика по программе «Новины титня» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Марина Джалая, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Соправдный молодежный лидер. Кто он? Какими якостями Володы и чем интересуются? Отказ дали у дельники финалу областного этапа конкурса «Лидер года-2018». Он отбился в областном Палаце творчества детей и молодых. За ходом конкурса назирали наши корреспонденты. А гляд конкурс «Лидер года-2018» проводится в Беларуси 5 год. Отповедно, стольки ж годов самые активные и метанакерованные школьники выходят на сцену областного Палаца творчества детей и молодых, как доказать, что и они соправные лидеры. Все ли это тема областного этапа связана с обвешанным в нашей краине годом Малой Родимы? Наши конкурсанты выполняли задания, связанные со своим вкладом в развитие Малой Родины, со своими проектами, которые так или иначе затрагивают интересы своего населенного пункта, в котором они живут. Первопочатково удельники конкурсов изначались на узровне своих школ. Далее районный этап, по выниках якого 25 удельников вышли в областный тур. Для финала жюры одобрало 10 хлопчиков и девчонок. В рамках конкурсной программы удельники представляли себя к лидерам громадских объединений и организаций в Учневского самокирования. Так Юлия Попок с Житковича взявляется старшиней Совета старшоклассников, членом Республиканских Советов молодежных парламентов Беларуси. Круг ей интересов широкий, девчонок доброзвучливый и уповненный в себе. Реализация проектов – это способность узнать то, что хочет молодежь твоего города или района. И благодаря реализации проекта вообще лидерской деятельности мы становимся намного лучше. И мы становимся действительно теми самыми лидерами, которых все знают. Удельники конкурса рахтовали портфолио, так само створали видеоролики про свой уклад у развития малой родины. Гэтей же теме были присвечены и социальные проекты, презентацию яких проставили на сцене. Темы – самая розная. Гэтей – волонтерство, и доброупорядкование, и культурно-осветницкие проекты. До приклада, Ангелина Дробышевская працавала над створением мини-парка для выгула собак у агрогородка Каммунар Будокошалевского района. Я заметила, что в городах покрупнее есть парки, где можно прогуливаться со своими собаками. В нашем агрогородке такого места нету, но люди заводят собак, своих питомцев. И мы решили построить такой же парк у нас. До речи, Ангелина Дробышевская заняла другое место в конкурсе. Третье место у гимназиста Збурагина Ильи Мельниченке. Лидером стала выхованка Центра творчества детей и молодых Центрального района Гомеля Дарына Борисюк. У мае переможцы проставят Гомельскую область на национальном детячем форуме и за ключном этапе 5-го республиканского огляду конкурсу «Лидер года-2018», который пройдет в Минске. Светлана Князева, Александр Гамоля, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель. 27-го красавика в Гомеле стартует сезон фонтанов. Они включатся одночасово во всех районах областного центра. Открытие пройдет в аурочистой обстановцем с концертами, выставами и гульнявыми пляцоками. Гомельчане могут стать удельниками святочных программ «Каля фонтанов» на площади Перамоги, «Каля цирка» на проспекте Речицким и у скверы «Каля кинотеатра Мир». Морские львы станут головными героями нового шоу у Гомельским цирку. Пять ластоногих живел прибыли в областный центр Санкт-Петербурга и зараз отпочивают перед початком репетиции. Новая программа под названием «Цирк шоу морских львов и бурых медведев» порадует незвычайными номерами и великой разностаенностью живел. Морские львы, яких дрессируют представницы ведомой цирковой династии и сестры Чугуновы, безумовно станут ее цвеком. У компании ластоногих один самец 22-годового взросту Ивагой Калятоны и четыре самочки. Не глядяши на ласты гигантские померы, гэты ожирелы досыць грациозные и шустрые. Яны гуляюць с мячом, крутяць обрушы, робець ластоку и послухмяна выконваюць указань своей наставницы. У якості узнагороды отрымливаюць рыбу. По словах дрессировшиць, складанность работы с морскими львами у тым, што на их нелега пауплываць и доброе ставлення. Они всю жизнь с нами, практически, которые взрослые их привезли маленькими с острова Тюленей. Это там, где остров Сахалин, там есть такой остров, где живут. Это морской северный лев, это единственный северный лев, который проживает в России. Глядаши так само смогут убашить янотов, собачек, коней, малпачек и медведев, які прибудуть в областный центр на днях. Артысты будуть гастролювать у Гомеле с 5 мая па 3 червяня и закрыют своим представлением гэты цирковый сезон. Варшава, Лондон, Вена, Краков и Гомель напереды дни их объеднала дистанция у 42 километры 195 метров. Во усіх гэтых городах отбыліся марафонские забеги. Гомельский эко-марафон соступаясь своим знакомитым коллегам по масовости и взрости, однак не по эмоциях. Подравязнасті у наступным репортажам. Эко-марафон проходзе у Гомеле гэты для нашей країны уникальна. По-перше, тому, что офицейных забегов на 42 километра 195 метров в нашей країні більш не проводзять. По-друге, таких масштабных спортивных мероприемств с проставкой эко так само нема. Мероприятие, на самом деле, необычное для Гомельской области, да и, наверное, для всей страны, потому что экологических марафонов у нас не проводятся, у нас есть много по линии Белорусской федерации легкой атлетики мероприятий, интересных мероприятий, но вот такого мероприятия, конечно, нету, поэтому это станет, надеюсь, своеобразной уже визитной карточкой Гомельщины, города Гомеля. Першими стартовали марафонцы и полмарафонцы. Передолять этой дистанции вышли некольки сотня спортсменов, причем бегли и по одними командами, як, наприклад, представники организации «Крылый анёлов». Яны постоянные удельники массовых легкоатлетичных мероприемствов. В минулому году Гомельский экомарафон яны бегли у трех, двое дорослых и дитя у инвалидной колясцы. Все лето таких невеликих команд, складенных с дорослых и детей с обмежеванными махчимостями, нашмат больше. Есть сяродых и гомельчане. Это наш путь в общество, так сказать, потому что эти дети обычно, которых мы везем в колясках, ни в чем не участвуют, обычно они зрители, а здесь они наши партнеры, полноценные участники пробега. Полепший тасабистый рекорд и просто проверить себе. Удельники вышли на старт марафону с разными метами. Некоторые дебютовали на официальных споборницах такого уровня. Было и шмат в опытных стаеров. Объедновывало их одно – любовь до бегу. Готовился улучшить свое время, людей посмотреть, себя показать. Для Кенета Курата из Лос-Анджелеса гомельский марафон 59-й по лику. Зараз он выкладывает в Минску и не пропускает ни одного великого забега, который проходит в Беларуси. Просто я хочу быть здоровым, поэтому я начал 5 километров, а потом 10 километров, а потом я занимался триаталоном и наконец 42 километра я начал бегать. Тые, для кого марафонские дистанции по куль справа близко и далекой перспективы, удельничали в так званом корпоративном забегу. Тут колькость удельников ушла на тысячи. Белорусская натриальная палата унесла гомельский эко-марафон в спис мероприемствов обовязковых для отдела. Собрать команду проблем не склала. Нотариусы люди вельми спортивные. Такие соревнования для нотариата станут традиционными именно на гомельщины, потому что с каждым годом все больше и большее представителей нотариата втягивается в спорт, в том числе это Минский марафон, в котором нотариусы практически удваивают количество своих представителей из года в год. Это гомельский эко-марафон, это ряд республиканских и международных соревнований. Украина, Россия, Молдова, Латвия, Литва, Германия, США. Гомельский эко-марафон далеко вышел за межи Беларуси. И есть передумовы, что в наступном годе спис краин станет еще широким. Популярные и демократичные. Бег – это та мова, которую разумеют во всем свете. Максим земли. За экологичный накерунок спортивного света отказывали сопрацовники областного комитета природных ресурсов и охованного кольного осярода. Они организовали тематические выставы и стенды. Для детей особливая программа. Им рассказали о природе родного края и о его экологичных проблемах. Как показала эта международная практика, всем, чтобы достучаться до взрослых, всем, чтобы общество начало воспринимать, в первую очередь это надо обучать детей. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomil.by Далее в эфире де-факто и спортивный огляд. Я же с вами разведываюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Угон, которого не было. В Гомеле милиция нашла белоснежная Харли Дэвидсон, который увел из бара сам владелец. Инцидент произошел в субботу. Администрация одного из баров просила помочь в розыске угонщиков и обещала вознаграждение за информацию о мотоцикле. Видео с моментом кражи владельцы разместили на странице заведения ВК. Эта публикация стала основанием для проверки сотрудниками уголовного розыска. В ходе осмотра бара мотоцикл не был обнаружен. Вместе с тем, когда сотрудники милиции зашли рядом в помещение салона красоты в подсобном помещении внутри они обнаружили данный мотоцикл. По словам работников салона мотоцикл к ним за день до появления сообщения в соцсетях закатили двое мужчин. Один из них владелец железного коня. Сотрудники милиции в настоящее время проводят проверочные мероприятия чтобы дать правовую оценку действиям двух друзей которые решили вот таким вот необычным и в то же время скорее всего противоправным действиям распиарить свое заведение. Сейчас пропажа изъята и находится в центральном РОВД однако хозяин Харлея за ним пока так и не явился. Почти семь десятков ДТП на дорогах региона такова статистика прошедших выходных и предвыходных дней к несчастью не обошлось без погибших. Так в Житковичском районе лоб в лоб столкнулись две фуры авария произошла поздно ночью на автодороге Гомель-Кобрин по предварительной информации ехал навстречку и столкнулся с грузовиком Скания. В результате происшествия водитель автомобиля ДАВ погиб на месте происшествия а водитель автомобиля Скания был доставлен в больницу с различными травмами. Заглянул на огонек в корме спасатель в нерабочее время вынес на руках соседа из горящего дома. Инцидент произошел накануне вечером. Увидев дым мужчина не медлил ни минуты и ворвался в жилище. Увидел в горящей комнате хозяина домовладения 1960 года рождения которого вынес на улицу. В результате чего мужчина не пострадал. Возгорание ликвидировали прибывшее подразделение МЧС. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнем при курении. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В мини-футбольном чемпионате Беларуси за тур до окончания регулярного этапа стали известны все участники плей-офф. Судьба последней путевки решалась в Микошевичах, где играли местные граниты, столичная охрана Динамо. И в Гомеле, где БЧ встречалась с еще одним динамовским коллективом из Гродно. В этом поединке победа была нужна обеим командам. Железнодорожники намерены занять пятое место по итогам гладкого чемпионата. А для этого терять очки в двух оставшихся поединках никак нельзя. УВД Динамо, чтобы попасть в восьмерку сильнейших, также необходимо побеждать. Добиться нужного результата смогли Хайзяева. Уступая по ходу матча 1-3, железнодорожники вырвали победу 4-3 и тем самым оставили УВД Динамо без плей-офф. Дублем в составе Гомельчан отметился Максим Литвинов. Сначала как-то вышли, то ли недонастроились, то ли не знаю, с чем это связано, не раскачались, наверное. Ну, как говорится, проявили характер, проявили дух, командный дух в первую очередь. И за счет этого, я считаю, мы выиграли этот матч, вытянули, можно так сказать. Поражение Могилевского форта от столичного дорожника позволило БЧ подняться на пятую строку в турнирной таблице. Теперь все в руках железнодорожников. В 30-м туре им предстоит поединок с Форте. В этом матче, скорее всего, и станет известно, какая команда в четвертьфинале сразится с Витеном, а кому, скорее всего, в сопернике достанется действующий чемпион столица. Дорожник также может вмешаться в спор за пятую позицию, правда, сделать это будет непросто. Финиширует подопечный Валерия Дасько поединком со столицей. Еще одна гомельская команда ВРЗ в 29-м туре обыграла на выезде столичная Динамо БМТУ 3-0 и сохранила за собой первое место. В заключительном туре вагоностроители играют в гостях против Микошевичского Гранита. Ничья в этом поединке обеспечит дружине Анатолия Яновского первую строку по итогам регулярки. И все тот же Гранит в сопернике в первом раунде плей-офф. Футбольный клуб Гомеля открыл счет забитым мячам в текущем чемпионате Беларуси высшей лиги. В четвертом туре зелено-белые на выезде играли со столичным Динамо. Счет открыли хозяева. На пятой минуте Александр Найок точно пробился штрафного. Автором первого гола Гомеля в новом сезоне стал Мохаммед Канате. Ивуарец расторопнее всех оказался перед воротами минчан и сравнял цифры на табло. Далее опасных моментов хватало ворот каждой из команд. Однако больше повезло динамовцам. Во втором тайме уже в добавленное арбитром время минчане вырвали победу. После четырех сыгранных поединков Гомель с двумя очками располагается на 13-м месте. После осечки на старте очередного тура розыгрыша женской Балтийской лиги в поединке против львовской Голычанки гонбольный клуб Гомель выдал серию из четырех побед. Дважды команда Тома Житчаттера обыграла Горляву. Еще по одной виктории Гомельченки записали себе в актив в поединках с Голычанкой и с Жальгересом. Очередной тур Балтийской лиги проходил, напомню, в Литве, в городе Горлява. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.